Продолжение следует... А чьи родственники известных людей с вами воевали вместе или служили? Известных людей не с воевали, не служили. Замком Брига, мой командир роты, замком Дива находится на Украине, как бы, командир роты мой. Потом с роты, с кем я служил, с роты тоже служат, ну, знакомые, друзья, здесь служили. Ну, уже большая часть из них нету живых, уже они двухсотыми. Где они служили? Также в Новороссийске, 107-я гордейская десантно-сумовая дивизия, 108-й полк. На 20-й заставе они стояли, но уже, как мне сказали, там больше половины нет. А я имею в виду известных людей, которые вот у вас там по телевизору уступают. Может быть, там Маргарита Симоньян какой-нибудь, или там Скобеева, или... Нет, таких не слышал, не видел. Никакого этого, Соловьева, нет, таких не видел. Не служат их дети, да? Странно, почему. Включи свет, будет чуть лучше. Странно, а что, вот они не служат? Ну, потому что, наверное... Света ничего не понимает. Ничего не понимает? Ну, наверное, потому что, все-таки, зачем кушечное мясо? Если есть для этого обычный народ, то зачем идти туда? Именно так критически... Но конкретно. Зачем? Ну, я просто, зачем? Я просто, пробовав здесь небольшое количество времени, я понял то, что совсем по-другому, что рассказывается в России, и то, что... Свои собственными глазами я увидел здесь. Давайте тогда с этого и начнем. Что рассказывается в России? Ну, в России рассказывается, что все хорошо, что войны так таковой нету, спецоперации стоим и на заставах. Просто потерь нету, потери очень минимальные, что со стороны Украины, что со стороны России, потери минимальные. Все идет своим чередом, что это все договаривается мирными путями, по договорам. Вы туда едете просто, как бы, защищать мирный народ, не стрелять в войну, не стрелять в граждан, не стрелять в военных, никого вы не стреляете. Сыркуга знает, что вы прямо? Я думаю, нет. Вы не звоните? Нет. И, ну, начну с самого начала. Как получилось, как получилось с моим путешествием? Что из этого неправда? Что из этого неправда? Ну, то, что здесь, как бы, стреляют по мирному населению, стреляют в мирный народ, стреляют также и в военных, что это полноценная идет война. То, что тут просто как спецоперация, тут и не пахнет, что это спецоперация, обычная спецоперация, которая там зашли, защищаем мирный народ. Вот, по моему мнению, республику ДНР и ЛНР просто за ее подвисли в невесомости, она висит, и она сейчас, на данный момент, я так понимаю, никому не нужна уже получается. Почему это не нужна? Украине? Ну, может быть, Украине нужна, но так как каковой России, как они под... Ну, по мне, так это предлог был зайти сюда, на Украину. Это полный был предлог, зайти России на Украину, чтобы уже дальше, ну, своими путями уже завершить свои дела, что они хотели здесь, ну, в принципе, территорию. Мне нечего справиться, мы сами все поняли. А когда это к вам пришло, это понимание? Это понимание пришло мне, когда я очутился на Украине, в Украине, извините, пожалуйста. В Украине очутился, и когда попал, уже, грубо говоря, в плен, и когда отношения, когда я сидел, и тем людям, которые меня взяли в плен, когда я им говорю, что, ну, честно говоря, вы люди. Вы люди, ну, потому что нам рассказывали, как в России по-другому, то, что тут больше животные, которые убивают, насилуют, извините за выражение, там, провоцируют людей, мирный народ провоцирует на, ну, на все остальное. Как вы себе это представляли? Просто. В голове? Ну, в голове, как себе можно представить? Как по телевизору нам показывали, как выходят бандеровцы, выходят националисты, которых фастиков, наколки, вот это все, что они делали. Держат страхи весь, как, получается, как, грубо говоря, как террористы, держат страхи, вот, как в Дагестане, как было, когда служил срочку. Приходили домой мирное население, ну, получается, террористы, и говорили, что что-то там будете делать, там, мы вас вырежем. Ну, это другое, да. Это другое, совсем далеко. Ну, такое я и представлял, что здесь она такие есть. Подождите, а у вас в России вы людей со свастиками, зигующих и все такое не видели, что ли? Ну, до этого нет. Не видели? Ну, свастики, в смысле, немецкие флаги, вот такое, что ли. Ну, свастики, татуировки, свастики. Татуировки видели, свастики, ну, как бы, ну. Русский марш, например, там проводится, где там зигуют, там много чего. Те же футбольные фанаты. Те же футбольные фанаты, да, это около футбола есть такое. Да, ну, так они же есть в России, чего вы думали, что... Ну, тут же как все по-другому описывается, уже как в России описывается, что эти люди просто истребляют украинский народ, и вот мы едем... Я же об этом и спрашиваю, давайте, по полкам, ультраправые есть там, и ультраправые есть здесь, и там, и там, везде есть ультраправые. Ни в семье, ни без урода. Да, я не знаю, кто там их считает уродами, не уродами, это уже ваше личное право. Но, вы же должны себе как-то представить, что они конкретно ходят и истребляют мирных жителей. Вот это и представлялось в голове, то, что вот именно вот так оно и происходит, то, что они идут за свой мирный народ, начинают как-то выполонять, вытеснять, особенно на республику ДНР и ЛНР. Я понял, а что в это время делает правительство, там, Владимир Зеленский, президент, аппарат там президента, этот, Верховная Рада, министерство, полиция, армия? Ну, у нас это, у нас это показывал, что это все делает Зеленский специально, ну, вот, как бы он это делает. Зеленский тоже. То есть, ну, не Зеленский, а то, что вся Украина делает, западная Украина, это все делает, получается, правильно, что мне говорят, западная Украина? Украина тоже есть, да, запад, восток, да, допустим, западная Украина. Рассказывали то, что никогда в жизни, то, что западная Украина никогда не была друзьями, получается, с восточной Украиной. Всегда всю жизнь они, говорит, то, что враждовали, и из-за вот этой всей вражды начался, ну, весь этот сыр был. Где я вас повезу в Львов? Погуляете по городу, возьмете кофе на русском языке, спросите, как куда-то пройти, пройдете, никто вам ничего не сделает. Ну, у меня, как бы, такого желания нету, я вам верю, в принципе. Не, не в форме. Не в форме, конечно, бы не хотелось, потому что я уже понял отношения по форме, да, я понял отношения. Это правда, причем не только во Львове. Просто весь, вся Россия настроила против себя, я скажу вам так, весь мир. И бывает мне просто стыдно за свою нацию тем, то, что, как бы, я не знаю, просто, меня хотели тоже, когда в плен попал, хотели провести по улицам даже Николаева и просто показать, как вот. Ну, Николаев прекрасный пример, между прочим. Мирный, мирный, бомбят Николаев с утра, да, потому что, как бомбят, хотели показать, вот, как это все происходит. А говорят там, в основном, на русском языке? На русском, со мной разговаривали все на русском языке. Все на русском языке. Я думаю, за время плена на украинском с вами, наверное, может и никто не разговаривал. Мало людей, очень. Со мной лично никто вообще не разговаривал на украинском языке. Потому что тут, как бы, все нас, что нас, нас покормили. Сразу нас, даже когда нас ввели в плен, еще до, не дойдя там, до опорного пункта, ну, со стороны Украины, нас уже дали сигареты нам, дали попить. Я не знаю, то, как я попал вот в Украину, нам первым делом, что я спросил на полигоне, спросил, говорю, мужики, мы ехали с полка, говорю, 15 часов, говорю, вы дадите что-нибудь покушать? Подождите, подождите. Ладно, прошли сутки. На втором, наши, да, на вторые сутки я подхожу, говорю, мужики, мы ехали 15 часов, сутки пробовали уже, говорю, здесь, говорю, можно что-нибудь покушать? Дайте хоть сухпоек. Он у меня по-моему голову говорит, слушай, уважаемый, ты куда приехал? Ты приехал на войну, что добудешь, что и ешь. Ах, вот так. Даже были такие слова, как бы, ну, поэтому и... И что вы поели в итоге? Что вы добыли? В итоге мы приехали, ну, в итоге через, получается, полтора суток нам привезли со столовой кухни, ну, получается, с полевой кухни нам привезли по тарелке плова. По тарелке плова и по соку, по 0,2 сока нам дали выпить и все. Загрузились на БМД и поехали на опорный пункт. Ну, на НП. Вторая армия. Вторая армия. Вторая армия. Вторая армия. Что меня еще смутило в самом начале, когда, получается, 25 июля я подписал контракт. Ну, в надежде то, что я в ближайшее время уеду уже, ну, в Украину. Начали получать экипировку. Ну, в экипировке мне дали только берцы. И дали... А, ну, дали еще разгрузку. Дали, ну, ратник, рюкзак такой называется. В нем идет разгрузка, уже под гранатники. Ну, там такое. А я говорю о форме. А форма, извините, осталась 56-го размера. Формы нет. Это там в полку? Это в полку, да, где я служил. Вы раньше служили в том же? Я там служил в строчку, да. Ну, за спустя вот 10 лет после срочки я просто был ужасно в шоке из-за изменившихся обстоятельствами, как просто полк. Ну, потихоньку-потихоньку спускается не вверх, поднимается, как элитные войска, вроде десантные войска должны быть элитными. А он опустился. А как он называется полностью? Ну, вообще, это дивизия. 7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия. А вообще, это 108-й десантно-штурмовой полк. Сугоинская часть 42-090. Либо должна быть элита? Она всегда была элитой, это десант у нас всегда. Поднимите чуть-чуть. Десант всегда был элитой у нас, и, по крайней мере, там, когда я служил в 11-м, 10-11-й год срочку, там всего хватало. Все был, был командир дивизии, командир полка был, мужик настоящий, который мы всегда делали, что для народа, для своего. Появился там прапорщик с пиздяем. С пиздяем. С пиздящих. С пиздящих. Ну, это четко, это точно знает. А что с формой по итогу? Форму по итогу, по итогу, 25-го числа. Я, они мне говорят, в списках нету, вы можете, ну, я же думаю, сейчас хотя бы на неделю-две подготовка будет. Я 19 лет в автомат, в руках не держал, думаю, там, побегаем, попрыгаем, постреляем. Как это в десантном подразделении 11 лет в руках не держал? Да ты прослушал срочку. Я срочно служил, после срочки, да. Ну, в итоге я поднимаюсь наверх, и что я вижу, сидят 6 человек, перед ними там много выпивки. Я говорю, мужики, и что вы куда? Это в полку? Да, мы едем в Украину. Я говорю, в Украину едите, ну да, говорит, едите. А, они на вещмешках уже сидят, по сути? Да, 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 да. Ну, и сидят, выпивают. В казарме прямо бухают, да? Ну, видно, да. Ну, как казарма, ну, кубрики, там, кубрики идут, они, да. Ну, я говорю, что вы танки? Мы сидим здесь две недели. Я говорю, занятия какие-то, стрелки, несколько, ого, какие занятия? Говорит, занятия, говорит, вот, пошел, да, магнит взял, говорит, что тебе надо, пришел и обратно сидишь. Я, ну, я как недалеко живу. Магнит-магазин? Ну, конечно, магнит-то семейный, ну, магнит-то семейный магнит, как, не знаю, пятерочка там, ну, такое, сеть магазинов. Пошел, пару литров взял и занимаешься? Пошел, пару литров взял и занимаешься делами, жди своего, получается, попадания в списке, когда ты едешь в Украину. Замполит еще у вас хороший, надо имя ему придумать. Это 25 число было июля. То есть я, ну, это я так поразмыслив, думаю, сегодня не еду, еду, как они мне сказали, едем через три дня. Хорошо, думаю, поехал домой. Приехавши домой, ну, опять же, через три дня приезжаю в полк, мне говорят, извините, формы так и нету, получите автомат вначале. Поехали получать автоматы, получили автомат, опять же, дали старые каски, бронежилет, единичка. Ну, для меня единичка бронежилет это попопок. Ну, просто попопок, я спрашиваю, а как это вы даете бронежилет? Я ростом метр семьдесят восемь, пусть метр восемьдесят, вы даете мне попопок бронежилет, единичка, самый маленький бронежилет. Извините, больше нету. Экипировки и так таковой тоже нету, говорит, все, позаканчивалось. А каска какая? Каска обычная, ну, уставная, не знаю, зеленая. Ну, та же пиксельная каска. Красиво, что я хотел услышать, и типа разбираюсь. Ну, да. Каска обычная, пиксельная, уставная. Ну, получается, я приезжаю в полголь, ну, что мы сегодня убываем? Ну, мне говорят, опять нет, вы не убываете, сегодня едут посылки, потому что передаются сюда, в Украину, посылками. Ну, хорошо, не едем опять, не ездят. Не знаете, что пропустил? А чего вы вообще туда пришли? Это я хочу. Срочка, да, срочка, ну, у нас сильно сумбурно получается, но интересно. Ну, они же, в России заманивают как? Они же рассказывают очень красиво, то, что там не надо убивать людей, ничего, вы стоите на заставах, просто наблюдательные посты, и если что, идете... А уточню, а кем вы, до контракта, кем вы работали? Работал автомехаником, чинил машину. Ну, так это ж нормально денег. Нормально денег зарабатывать. Ну, у нас средняя зарплата, вот, если по автомеханикам брату, ну, около полтинника, 50 тысяч рублей. Ну, правильно. Ну, 2 тысячи гривен где-то будет так. Да нет, это не 2 тысячи. Это 2 тысячи долларов. 2 тысячи долларов, да, имеют. 2 тысячи долларов. Где-то 80 тысяч гривен на наши. Ну, где-то в среднем будет на что-то так, да. Ты чуть-чуть с курса не поигрался, ну, ладно. Не важно, это нормальная зарплата по вашим меркам. Семья у меня жена, двое детей, да, и получит. 42 тысячи солдат получает, насколько мы вот... Да, но только военкомате мне обещали 260 тысяч ежемесячно. Это я понял. Не, я пытаюсь сравнить, что автомеханик, вот, на гражданке обычный, да, получает там полтинник, да, около того. А солдат сороковник. То есть, ну, вам типа идти, менять это на службу не было никакого смысла. Не было никакого смысла, ну, да, я подписал, получается, временный контракт. Я подписал контракт на три месяца, чтобы пойти, ну, как бы, поставить семью на ноги, ну, вылезли там. Три по 250, 750 тысячи. Пошли за деньги? Да, да, да. Пошли за деньги? Я сейчас убрать не буду, я пошел за деньги, ну, прибыв сюда, как я же говорю, я сейчас, ну, дальше расскажу. Да. Ну, в итоге, получается, все, получили экипировку, все. Уехал я в итоге только 10-го числа с полка, через 15 дней. 15 дней, вот это все мы туда-сюда касались. Солдат спит службы? Да, получается так. Так как форма по итогу какая? Форму по итогу дали, привезли, да, сделали, да, форму, все, все как положено, дали размер хору, ну, нормальный, подходящий, все. Все, мы выехали сюда, приехали в Украину, я же говорю, да ты нас полтора суток не могли не покормить, ничего. Потом. Через какие населенные пункты вы заехали? И куда вы заехали? И когда вы заехали? Заезжали мы вообще через Крым, а дальше по населенным пунктам, я вот, честно, как бы так соснусь, я не был в Крыму ни разу, и через эту дорогу я не ехал, врать не буду, я не могу сказать, через какие населенные пункты вы все ехали. А где остановились хотя бы? Ехали мы, остановились в Чернобаевке. Чернобаевка, ну вот. Остановились в Чернобаевке, и после Чернобаевки поехали на... Когда это было примерно уже? Это было 11 число. 11 июля. Августа, августа. 11 августа. После 11 августа... Недолго. 12 вообще не воевал, так сказать. 12... Что вы про Чернобаевку слышали, знаете? Он уже заехал туда, когда там уже выжженное поле было, то есть Чернобаевка. Ну, в Чернобаевке в аэропорту вымете? Да, наверное. Ну, что там было? Выжженное поле, разбросаны были, я так понимаю, то, что там, где они стояли, там они взорвали... Ну, Украина попала в этот, в склад боеприпасов, там разлетелся боеприпасы по всему полю. Ну, там, я не знаю, ничего там, живого места, ничего там нет, не осталось. Если вы имете аэропорт, там, Херсон, я не знаю, там, ну, вообще, живого места, если нет, ни от аэропорта живого места не осталось, там, потому что, ну, очень все печально выглядело сразу. Мне еще, когда мы доезжали до Херсон, уже мне стало как-то, ну, не по себе, потому что люди... Я еще спрашивал, а как тут люди живут, вы же говорите, мирный народ весь, ну, выехал отсюда, поубирали, а, ну, мирный народ, ну, естественно, находится, я смотрю. Я вот, сколько здесь проезжали, мы, что на БМДшках ехали, не в одних глазах, вот, как говорится, да, Русия пришла, там, выгонять, там, освобождать. Ну, почему-то я не в одних глазах украинского народа, я не увидел того, что, боже мой, приехали спасители. Я не увидел этого. Какие спасители люди жили себе спокойно, мирно? Да, 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 я только увидел, видел я у них в глазах то, что, ну, зачем вы сюда приехали, то, что мы тут жили спокойно, и вы тут, ну, приехали. Ну, не в одних глазах я не увидел там радости, либо какого-то там, я не знаю, блеска в глазах. Все как-то смотрели, ну, не очень так уж и хорошо. Все, после Херсон, получается, после Чернобаевки мы поехали в Максимовку на заставу, и мы поехали на БМДшках поехали в этот, Максимовку. Приехав в Максимовку, получается, ну, деревня опять же, ну, так, как бы я понял, я по ней, ну, один раз я ходил, с одного края на другой, ну, населённых, мирных жителей там не было, не осталось, ну, как рассказывали, одна семья осталась, которая, получается, держала корову, ну, мать с мужем, или с ним. Не смогли выехать, да. Ну, они не смогли, да, выехать. Что у нас? Вот это меня еще следующее, что меня убило, то, что, ну, как убило, убило, дало понять, то, что, насколько российская армия у нас такая вот хорошая. Два наблюдательных пункта, это стояли крайние дома, получается, как они, наверное, к возиться украинцам. В этих наблюдательных пунктах, ну, по три человека сидело, по три человека, те люди, которые, вот, как, например, даже те же, которые люди, которые, как я, подписали временный контракт, которые ни разу в жизни, ну, говорю, они тоже ни разу в жизни не воевали, ничего. То есть и вы говорите то, что там, как я должен был обороняться, либо что там, да, там, ну, ничего не делаем. Прилетало, как бы, каждый день, ну, что та сторона, ну, бомбила, что та сторона бомбила. Стрелять ни разу не стреляли. Ни разу, вот, за неделю ни разу не стреляли. Что вы ели там? Ели. И вот честно, вот за неделю то, что я приехал на наблюдательный пункт, то, что было у, вот кто там жил до этого, получается, там стояла 6-я рота. Мы, как я, командировочник 5-й роты был, мы их поменяли, и они оставили по одному человеку со старой роты, ну, чтобы они нам рассказали, все показали, где что есть. Вот что им приходили посылки, с дома посылки, и там продовольствие было, ну, тушенка была с продовольствием, были макароны и, получается, гречка. Все то, что сами готовили себе, да. Получается, все то, что вот у них оставалось, и за неделю моего прибытия там нам не привозили ничего, только обещали каждый день. Завтра будет хлеб, завтра будет картошка. За 9-ди есть. За 9-ди есть. Да-да, покажи, ааа, за 9-ди, ааа. А мы ролик недавно выложили, там, где я с бутылкой, и типа написал за 9-ди. Не, ну, я говорю, в то время, когда я служил, было поинтереснее, сейчас даже я у них спрашиваю, кто служит срочку, вы хотя бы там стреляете, не стреляете. Не, так вы говорите, какая российская армия хорошая, вы поняли, вы поняли, что вы иронизируете по поводу того, что вы стреляли, а как они должны были стрелять, куда их стрелять? Временный контрактник, который 11 лет в руках не держал армию, без подготовки, без ничего, должен стоять как бы в самом переди, и, ну, хотя бы поставьте людей, которые специализированы на этом. А вы поняли уже на данный момент, что вы как раз практически кибер... Как раз мы пушечное мясо. Нет, вы почти кибер. Да, я не считал себя киберком, я считал себя пушечным мясом. Там еще есть ДНРовцы, ЛНРовцы, так называемые, которые вообще, вот учитель учил в школе, его пришли, взяли, вытянули, и мобилизировали. Так он вообще автомата не видел. То есть вы по сравнению с ним, там, киборг, именно терминатор. Да, за офицеров тоже, конечно, можно было бы, хотелось бы рассказать, какие у нас хорошие офицеры. Короче, я могу утверждать, что русский солдат голодает? Ну, прям именно сильно голодает. Не прям голодает, ну, то, что не додается, да. Не додается того, чего хотелось. Даже тех же сухпайков, например, я же говорю, за неделю пребывания то, что оставалось с той роты, мы доедали, всю неделю мы доедали. То есть ели то, что, получается, оставалось. Ну, мы готовы слушать, сколько угодно. Расскажите, о каком мы командовали? Командовали? Ну, своего командования, например, даже с Чернобаевки я не видел ни командира роты, ни командира взвода, никого... А, командира взвода видел, потому что я с ним ехал на БТР. Это был сержант, получается, с пятой роты, да. Так это должен офицер же быть вроде? Нет, сержант. Это командир роты? Командир роты офицер был, да, которого я не видел в глаза ничего. Ну, и всегда, когда сидели на наблюдательных пунктах, когда выходили все на связь, мы говорили, что парадеки выходили, что все нормально, там, 2-0-2-0-2-0. Да, когда доходил до командира роты, ну, постоянно он перерекался, ему все там говорили, ну, вылезите, товарищ капитан, вылезите, пожалуйста, с подвала хотя бы, ну, чтобы у вас было слышно нормально. А-а-а... И, получается, из-за этого больше двухсотых получается. Много было двухсотых за эти две недели? Двухсотых не было, были трехсотые были, да. Трехсотые были, двухсотых, ну, так таковых не было. Ну, что-что, вот украинская артиллерия работает просто на 10 из 10 баллов. Просто, да. Просто ложат 10 из 10 баллов, если вот наши, как вы там, передаешь координаты, они, вот даже связь взять, они обычные бодифенги, эти рации. Да. Ну, они умудряются по бодифенгу передавать координаты просто, пара по бодифенгу. Умудряются наши симки красть и по ним разговаривать, все эти разговоры в сети. Ну, и модемы, все полностью, и модемы, и сим-карты, это все известно, да, как бы, ну, для, ну, как бы, с этим, может быть, ну, для чего, как бы, вот, сим-карты, вот у нас был модем, да, я не согласуюсь с этим, был модем с украинской сим-картой. Ну, я приехал, он уже был, как бы. Я понимаю, вы понимаете, что вас видно? Да, да, да. Все это видно, все это, ну, опять же, ну, это, наверное, для связи с домом было, как бы, я не могу тут сказать, даже оспорить что-то хотя бы, ну. Понимаю, что за связи с домом, я говорю, что все эти разговоры, они у нас, не то, что записывано, но у нас уже опубликовано, мы их поставить вам можем, просто они у нас в сеть вываливаются, все эти разговоры. Россияне слушают, говорят, да не, это фейт, да не, это четко перехватывает, ну, ты просто четко публикуешься. Я с этим соглашусь, я настолько даже удивился, когда, получается, даже вот, когда нас в плен взяли, потому что квадрокоптеры даже, вот украинская армия даже видит, откуда они запускают квадрокоптер по программе, откуда запускают квадрокоптер наши, с Максимовкой, откуда мы запускали, он нам четко показал, говорит, а вот отсюда вы запускали квадрокоптер, а вот на крыше вы сидите. Я вам скажу, украинская армия, мы не можем людей как пушечное мясо пускать, вот это вот, ваше преимущество вашей армии в том, что вы можете пускать людей на пушечное мясо, чисто пользуясь количеством. А вот Украина этого не делает, вот из-за этого иногда приходится ставить какой-то даже населенный пункт, чтобы действительно не пожертвовать вот этими людьми и мирными в том числе людьми и так далее. Хотя по российскому телевидению показывают все с точностью да наоборот. Ну вот. Ну это все видно и слышно, ну как, они показывают все с точностью наоборот, то, что украинская армия все это. Я же говорю, прибыв только сюда, ну у человека, наверное, откроются глаза. И когда я, ну в принципе, когда я шел сюда, надо заработать деньги, и я переосмыслил свое мнение только потому, потому что я, еще даже до попадания в Теллина, я понял, что я не выбрал не ту, как бы, не ту сферу заработка денег, потому что я пришел в чужую страну, глупо ошибся, это моя глупая ошибка, да, то, что я пришел сюда, как бы, заработать деньги, получается, на чьих-то, ну, замарать свои руки. Да, вот настолько, мы только понятие можем, почему вы там этого не понимаете. А потому что там рассказывают, ну, как, вот, грубо говоря, как зомбоящик. Да. Зомбоящик тебя, как бы, зомбируют, тебе дают, опять же, в военкомате тебе рассказывают все так прекрасно, что ты туда приедешь, ты даже автомат руки не возьмешь, ты просто посидишь на наблюдательных пунктах, отсидишь на свои три месяца, заберешь свои деньги и уедешь домой, и то, что, ну, жертв, ну, таковых нет, нам говорят, вообще в России 5000 жертв, со стороны России, 5000, официально. Ну, я понимаю, что уже приброшу сюда, я понимаю, что просто, это бред, потому что даже, вот, в каждой рот, вот, пятая рота, в которую я прикомандировался, их заходило в Украину 98 человек, осталось из них 17 человек, буквально за два месяца нахождения. А в части вы когда, вот, часть пустая, пустая часть, буквально пустая часть, одни срочники, там, я не знаю, может, человек 200-300 срочников, остальная вся часть пустая, меня это, вот, очень сильно удивило, когда, у меня служат здесь еще в артиллерии, ну, получается, взял, тоже. А вы когда служили, сколько было, или вы не в этой части служили? В этой части служил, да, там даже больше, там только 2000, 2000 уехало, как контрактников, как я понял, только в Украину, там около 2500 только было в полку, плюс, сейчас, как они сделали, можно сейчас уже в России, можно подписать контакт, ты пришел на срочку, месяц ослужил, и ты уже можешь подписать контракт. Вот представьте, сколько здесь вот таких, вот, 18-летних пацанов, которые подписать, представьте, если мы их видим, ну, видите, да, и говорим с ним. Ты у нас уже где-то 400 плюс, человек, то есть мы поговорили. И мы сильно не спешим в последнее время разговаривать. Ну, понятно. Потому что у вас... То есть, да, первые, первые дни, то мы там по 6, по 7 человек в день разговаривали, а сейчас по настроению уже. Ну, просто, как бы, да, это очень, очень... Прекрасно понимаем, что всех мы все равно показать не сможем. Просто хотелось бы, знаете, вот, приеду, дай бог, приеду домой, там, но Россия все-таки может поменяет, мне вот интересно, почему так вот затягиваются обмены сейчас, ну, с Россией, там, с Украиной, почему нельзя взять и поменять людей. Твои, это же, вот, и я россиянин, да? Ну, покажи последнее видео с опросника, пусть сейчас поймет, что... Я же россиянин, вроде, хочется... Я вам сейчас покажу. Почему? Я саму забыл. Да, ну, просто будет сейчас загрузиться. Должны. Ну, в двух словах смысл в следующем. Россия вывезла очень много мирных людей из Мариуполя, там, уже, например. Они у них считаются, типа, военно-пленные. Мирные люди считаются военно-пленные. Ну, практически, ну, они показывают по своему телевизору, что смотрите, сколько у нас украинских военно-пленных. Там, тысяча, десять тысяч. А это мирняк. Ну, на вас футболка. Это моя, да. Да, смысл какой? Они берут наши мирные, и на камеру, вот, смотрите, у нас десятки тысяч военно-пленных наших военно-пленных. Да. А фактически, фактически, у них в плену, вот, Азовсталь морпехи, ну, вот так вот, если взять... Ну, мне говорили, если... Для подсудимых, можете ли вы... Вот что они делают. Для подсудимых берутся клетки. Для подсудимых, можете ли вы подтвердить подлинность этих кадров или опровергнуть? Ведется ли действительно подготовка к трибуналу? Как скоро он состоится? Могу точно подтвердить то, что подготовка к трибуналу ведется, равно так, как мы об этом зайдем. А я просто не пойму, какой трибунал может быть над украинскими пленными, если под трибунал, они не могут вообще, даже если вот в России взять, это военный трибунал, но они не имеют права, они не имеют права даже... Ну, вы производите впечатление нормального человека, а ни один нормальный человек этого не понимает. Ну, вот у меня к вам вопрос, может, над вами тоже какой-то трибунал провести? А там они там к расстрелам, там, каким-то этим самым... Ну, насколько я знаю, то, что даже военнопленных вообще, вот, если попал в плен куда-то, тебе должны... Ну, насколько мое понимание, да, даже, ладно, ну, как они хотят, да, осудить даже, например, там, осудили, дали там какой-то срок и тут же обменяли, но с тем расчетом, что если ты попадаешь еще раз дважды в плен, то тогда тебе уже этот срок идет или как это? Вот такое понимание? Смысл в том, вы задали вопрос, почему Россия не забирает, потому что Россия шоу устраивает, клетки монтируют на сцене, на сцене они клетки монтируют, и собираются провести какой-то трибунал. Вместо того, чтобы взять реальных украинских военнопленных, которые находятся в России, забрать вас домой, они там устраивают шоу, потому что им надо что-то своему лохторату показывать по телевизору. Мирняк они вот этот показать не могут, который они массово выдают за военнопленных, вот они будут устраивать показательные судилища вот эти вот над реальными военными. Поэтому они и поменять не могут, потому что с нашей стороны, извините, что ж, не дураки сидят. Когда им там с той стороны говорят, заберите вот этих, мы спрашиваем, подождите, так это же мирные люди. Что значит заберите? Они вообще по гуманитарному коридору к вам вышли, они должны пользоваться вообще всеми правами гражданскими. Причем какой обмен? Они должны вообще ездить куда хотят. Захотя, хотят сами вернуться в Украину, пусть вернутся. Что значит обмен? А нормальных украинских военнопленных, которые у них там находятся, менять на вас они не хотят. Они хотят делать шоу. Ну вот ответ на ваш вопрос. Поймите, такую штуку. Вас обманули, ну уже по вашему разговору, дважды, только по пути. Нас обманывают очень давно уже. И соответственно, ну, исходя из этого, вы можете просто, я не знаю, я не знаю, вы понимаете, что им на вас наплевать вообще или нет? Уже доходчиво понятно становится. Все, но если вам доходчиво понятно, что им на вас наплевать, то тогда вам должно быть понятно, почему вас не хотят плевать. Почему не меняют, да. Потому что наплевать. У нас не с вами в соседнем помещении человек сидит, который попал в плен, его хотели поменять сразу командиры вышли на рацию, типа давайте вашего на нашего. Ваши говорят, нам не надо забирать его, нам пофиг на него. Наши говорят, давайте мы вам его отдадим, а вы нам отдайте наших погибших. Говорят, нет, ничего мы вам не отдадим. Можете его расстрелять. Ну, это вообще уже такое. Это ваш колено. Когда он рассказывал. А, вот с вами, да? Есть похренели? Да, точно. Он говорил, да, то, что он больше верит в украинской стороне. Потому что, говорит, настолько, говорит, доброжелательно, даже командир батальона, я так понял, кто его принимал. Он говорит, настолько доброжелательно, что напоили, погормили. Он говорит, да я с радостью бы забрал своих людей, чтобы своих людей бы забрал, чтобы только мои люди были у нас, а тебя отдать в Россию, как ты пришел. Он говорит, ну извини, твои не захотели, они просто сказали, что извините, мы не можем этого сделать. Обмены, которые планируются, их срывают постоянно. Мы же эти интервью пишем в том числе, для того, чтобы вас показать там, чтобы ваши пошли и начали там терроризировать вот этих вот своих военно-начальников. Смотрите, мой человек, он в плену, давайте, давайте, забирайте. А мы вашим всегда по телефону говорим или во время интервью, если не забываем. Вы, когда обвиняете украинскую сторону в том, что мы не выдаем, вы покажите нашего, вот кого вы конкретно там выдаёте, вместо вот этого вот человека. Вот я его за руку возьму и повезу, и отправлю, а вы нам отдайте нам. Я слышал то, что идёт обман со стороны России, идёт обман, то, что они обещают менять одних людей, а меня по факту привозят обычных других людей. Ну, я же говорю, мирных людей могут привезти и сказать, вот это ваша военная. Ну, да, это я тоже слышу. Это, ну, абсурд, они там с головой не дружат, ну, так это понятно, что они с головой не дружат. Тут другой вопрос, что я говорю, что плевать просто на вас. Плевать на нас, тут как бы дело всё прошло уже. Это я-то, моё мнение, просто дело прошло по территории, в территорию. То, что уже надо просто забрать Чёрное море, территорию, наверное, как-то. Ну, так а изначально, а что, изначально не так было? Изначально нам всё сказали, что пошли мирных людей, освобождать мирных жителей. Но потом, когда прибыли уже сюда, даже в Чернобаевку, я просто сделал выводы, я карту, как бы знаю, географию, где находится Донецкая область и где находится Херсон. Тут уже даже не надо тут быть дурочком, умным сильно не надо быть, уже можно логически понять, что... А в начале 24 февраля и февраль, начало первая половина марта, когда российская армия по шести направлениям шла в Украину, в том числе и Чернигов, и Сумы, и доехали они под Киев, и под Киевом полтора месяца простояли. Это надо быть сильно умным. За Киев я слышал, что... Это надо быть сильно умным, чтобы понимать, что происходило или что, или как это. Ну, пытаемся понять. Тут уже не надо быть умным. Ну, так а что же вы не поняли? Вы же не глупы. То, что показывали, что эти башкины, не башкиры, а как они. Буряты. Буряты, что творили буряты. Но это стыдно. Это, не знаю, мне просто стыдно даже за российский народ. То, что как вы... Да не только буряты. Вешайте машинки, настирайте на танке, вешайте машинки, забирайте у людей, мародерите там, я не знаю, заходите там, я не знаю, насилуйте детей. Мне показывали видео. Мне показывали, когда попал в клем, мне показывали видео, что буряты делают. И получается из-за каких-то, ну, уже на много-намного лет Россия испортила к себе отношения со всех стран, наверное, большинство. Это, по сути, ничем не отличается от того, что делали нацисты во втором мире. Сказать, как бы, то, что стыдно жить в России, ну, мне не стыдно, я родился там, ну, я живу там, да, и буду жить, надеюсь. Ну, просто сделаю выводы, то, что... Причем здесь стыдно жить в России? Это же не название определяет, определяет власть, политический строй. Власть, какая власть? Ну, немцам же ж не стыдно жить в Германии, но они все знают, что был фюрер, что были нацисты. Что были нацисты. Ну, это власть, это... Тут много людей, много, много, кто сравнивает, как бы, например, Путина с тем же Гитлером. А что их сравнивать? У них речь на 80% совпадает, вот когда они вторгались, обоснования все совпадают. Ну, много, кто сравнивает с этим, как бы. Я не такой политик небольшой, я просто увидел все своими глазами, и мне стало все доходчиво прекрасно, понятно и ясно, что... С вами приятно вести беседу, потому что не надо доказывать, потому что... А доказывать ничего не надо, я сам убедился своими глазами, что, как это все происходит здесь. Смотри, перед вами был человек, который... Все, тоже я осознаю все дела, я его спрашиваю, вы оккупант? Нет. Мы идем... Не, ну так ты тут этот вопрос задавал, не задавал. Вы оккупант? Оккупант это, в смысле, человек, который вторгся на территорию Украины, получается, так? Да. Логичный ответ будет. А тут логичный ответ будет. Это все зависит от того, насколько человек... Логичный ответ будет, потому что, а как это по-другому рассуждать, если я не оккупант, что ты тогда тут делаешь? Потому что вы вместе находитесь с тем человеком, который с нами был до этого. Ну, с ним мы минут пять говорили, пока мы ему доверимся. Я ему спрашиваю, вы оккупант? Нет. Ну, как нет? А некоторым толковый словарь надо открывать. Ну, оккупант это тот человек, который вторгся на территорию чужой страны, с какими-то своими предосылками. Да, вы все понимаете, вы образованный умный человек. Только мне непонятно, почему вы... Почему я этого не понял раньше? Да, мне непонятно, я же задал этот вопрос. Ну, вот под Киевом стояли российские танки. Вот вы же это все должны были видеть там. Как можно продолжать верить, что... Ну, я вам скажу честно и правду, у меня была в жизни ситуация не такая уж и хорошая. Почему я сюда, по сути, попал? Да, я не наблюдал за политическими этими, я не наблюдал за этим, ну, за сильными... Была спецоперация, сильная операция, и поэтому я не вдавался в подробности того, что... Да, я слышал то, что на Украине идет война, да, то, что там, как бы... В спецоперации, как нам приходили задумываться, да, нету таких погибших там, да, никто там не... Да, там, пять процентов армии российской воюет, да, это вот, ну, то, что это... Все так прекрасно все рассказывало, что и не думалось о том, что даже не задумывался... Короче, понятно. Когда вам нужны деньги, и вы хотите себя убедить в том, что вам рассказывают там, то вы себя убеждаете и едете за своими деньгами. Едешь за деньгами. Все, вы верите в то, что вы хотите верить, если просто. Да, да. Обоснование на это... Да, приехав сюда, я же говорю, просто выкладывается картинка о противоположности, все. Давайте все-таки по хронологии еще повспоминаем, что там может быть интересное. Там военные тайны не интересуют, но просто как чего происходит. А у меня военных тайны? Мы знаем, что их у вас нет все равно. Совсем да. Ну вот рассказали военную тайну, что еды нет. Да, это военная тайна, которая четыреста раз до этого уже... Нет, так при этом, когда говорили, что оно вроде привозится, гуманитарка, привезли гуманитарку, а почему-то оно не доходило. Привезли, привезли, но не доходило никогда. Это тоже как бы странно. Там уже в первый день сказали, что добудешь, то есть... Что добудешь, то есть с первого дня, да, я понял, что уже все хорошо. В армии все хорошо. Ходили по домам? Нет, по домам не ходили. По домам не ходили, мы жили в доме. Жили в доме, но вот когда прибыли мы уже в Максимовку, уже там стояла шестая рота, она стояла около двух с половиной месяцев. Как ощущения жить в чужом доме? Где были люди до этого? Да как сказать ощущения, ощущения, блин, у меня ощущение было то, что тревожности, то что, во-первых, артиллерия хорошо работала, тревожность была. Уже, я скажу так, нас приехало туда, вот из полка приехало 13 человек, трое написали отказ. Ну их нет. Даже Хаймарсы знаете? Хаймарсы. Хаймарсы. Не, а артиллерия, миномет. А, это просто миномет? Это было, когда херачил, с Киселевкой. Получается, мы стояли в Максимовке, а они с Киселевкой накидывали. Ну, друг друга. Ну, друг другу накидывали, да. Наши накидывали, с ваших слов точнее. Ваши накидывали, на ваши накидывали, говорю, ну 9 из 10 попадания были четко. Молодцы. Нет, артиллерия работает в Украине. Работает хорошо, артиллерия работает хорошо. Даже если наша артиллерия бьет, она там, минут через 15, после того, как вроде координаты уже скинули, минут через 15-20, когда уже все попозит, на позициях уже никого нет, она начинает лупить по этим позициям. Да, так что вот. Ну, так, а вот еще что-то. Ну хорошо, вы там просидели. По сути, сколько вы, когда вы в плен попали? 18-го числа. Две недели. Две недели, в плен. Ну, опять, первое число будет две недели, да. Нет, 11-го августа, вы говорите, вы только прибыли в Украину? В Украину прибыл, да, 18-го числа с Максимовки я уже попал в плен. В Максимовке вы сколько пробыли? 7 дней. 7 дней. За эти 7 дней что произошло? Да ничего, что мы, просыпались, стояли на позициях, наблюдали. Один раз простреливали лесополку, и я сидел на посту и даже не пошел ее простреливать. Мы просто вышли, ну, давайте простреляем лесополку, которая находится на западе. Получается, нет, не на западе, на север, юг, на востоке. Ну, просто простреляем на востоке все. Переследить этого не было просто удивление. Как сработала группа ДРГ, я не знаю, не ДРГ, либо наемная с Украиной. Они сработали, опять же, 10 из 10. Нас просто великолепно взяли. Как вас задержали? Как вас задержали? Великолепно. Ну, мы поменялись с поста, с 4 до 7 мы сидели, просидели на постпоста. Я зашел в дом. Получается, ну, вроде отдохнуть. Есть время 2 часа отдохнуть. Товарищ, с кем нас взяли, вот он. Он вышел в туалет, а у нас в Тамбуре просто человек 6 стоит. Украинские. Ну, я не знаю, вы соушники, либо наемные там. Ну, не важно. Нет никаких наемников в Украине. Но это опять еще один миф. Если это люди, которые там пошли в территориальную оборону записались, то они все равно попадают в состав вооруженных сил Украины. Как бы в любом случае. Ну, разговаривали они на английском. О! Значит, это иностранный батальон вас тут брал. Наверное. А это тоже с частью. Они все как бы разговаривали, да. Ну, и тут как, я голову поднимаю, у меня передо мной уже автомат. Так, сколько людей в доме, тихо-тихо вставай. Я думаю, ну просто, у меня была первая мысль не то, что я как бы погиб. Но ничего, я просто первая мысль. А где же наблюдательные пункты, как они вообще попали сюда? Ну, получается, мы вышли на дорогу. Вот так идет дорога от Максимовки. Ну, прямая дорога просто. Мы вышли на дорогу и просто мы начали уходить. Начали уходить по дороге. Я спрашиваю, ну я уже когда на светле, я говорю, а вы заходили так же? Он говорит, да. То есть два наблюдательных пункта, по три человека сидящие на крыше. И они не видели ничего. Потом вышла наша срота. Ну, я так смотрю, так вдаль. Вышли наши и начинают гречать. О, а вы кто такие? А куда вы идете? Вы куда вы идете? У меня руки за спиной, у нас ведут два человека. Они говорят, о, вы кто такие? Куда вы их повели? Ну, конечно, уже… А те что говорят? А те говорят, ну иди сюда, мы тебе тоже, говорит, покажем. Ну и тут уже, наверное… Не пытались стрелять? Ну, уже, наверное, дошло после минут пяти, там, то что надо все-таки, может, пострелять, там, я не знаю, как отстреливать, пытаться. Уже начали отстреливать, но мы уже ушли. Только второй подошел? Второй? Нет, он не подошел. Второй с нами. У нас двое уводило. Отец стоял говорит, о, куда вы их повели? Кто вы такие? Я думаю, ну, нормально. Подождите, там же с наблюдательного пункта должен был сразу же флаг, своих не бросаем. Наблюдательного пункта? Нет. Это через три дома было, через три наблюдательных пункта. Это вышел человек, их там вышла человека, через три наблюдательных пункта, и они начали говорить, о, куда вы их уводите, и по итогу они… А на более ближайших наблюдательных пунктов? Нет. Их и не видно было, их я и не слышал, и не видел, я не знаю, ну, как будто они, наверное, все-таки… Ну, да, бронежилет, и в каске, с автоматом, с БК, у них четыре БК. Сколько их было? Шесть человек? Ну, по минимуму три сидела в одном доме, и два сидела в другом доме. Это интересно, не наших, я имею в виду. А, ваших было? Да. Ваших было 22 человека. А, 22 человека. 22 человека. Я же говорю, 10 из 10 для меня было. Просто прислал… Они здесь вот… Были они экипированы там, ну, у них вот РПГ, все там, под РПГ снаряды, ну, полностью не буду там зайти, просто тихо. До этого нам сказали, что перед вами вот этот лесополк, где они проходили, стоит просто спецназ, рота спецназа стоит, так что можете, говорит, в северном направлении даже не наблюдать. Там стоит спецназ, который все делает за вас, говорит. Ну, и тут в 7 утра просто после артов стрелы. Там еще кадыровцы были, не видели? Кадыровцы все видел. Ни разу не видел я. Они есть. Ну, они есть, только я… Они очень воюют. Очень воюют. Я их ни разу не видел. В TikTok зайдите. По крайней мере, я не видел тех людей, которые их видели. Ну, я же говорю, как вы видели. Нет, у нас был один на интервью, который на танчике ездил в Мариуполь, когда ровнял. Он говорит, подошел один Кадырка с телефоном, стреляй в тот дом и записывал TikTok себе. Это он рассказывал. Ну, у нас много как бы мнений было там, что там один его снимает, другой стреляет, только в кого стреляет и куда стреляет, это тоже вопрос остается загадкой. Да там стреляют… Ну, это же TikTok войска. Ну, я не знаю. С кустами они борются. Вдаваться в эти подробности не хочу. Мы можем показать вам эти видео. Ну, я понял. Нет, никто же не… Потом, вот потом, что у нас нас вели, по дороге вели уже, когда мне просто был один важен вопрос, мужики, я спросил, мы останемся живы. Нам ответили четко и ясно, что пацаны, вы нам… ну, ваши трупы нам ничего не нужны, вы останетесь живы, вас обменяют, не переживайте, все, говорит. Ну, так а на английском там сколько из них говорил? Это же интересно, а не так. Два человека. Два человека разговаривали на английском. Из 22? Из 22, да, два на английском. Ну, вернулись мы, получается, уже, когда мы пешком прошли, мы на км 7, наверное, нас провели, потом встретили на дороге, получается, когда уже шли-шли через Акации, босиком шли. Шли там через Акации, все, вышли на дорогу, забрали нас, получается, на двух… ну, машины какие-то я не видел, там уже одели балаклаву, нам на голову привезли. Страшно стало, когда нас просто, ну, в ангаре поставили на колени, как бы, да, первая мысль была, то, что, ну, наверное, все, все-таки уже сейчас смерть. Подошел мужичок, вот так похлопал по плечу, говорит, не переживайте, я вам даю слово, говорит, что все будет нормально. Ну, все нормально, нас допросили, дали нам по бутерброду, накормили нас, дали воды, дали обуться. Чистые нацисты, походу. Чистые нацисты, да. Они всегда так поступают. Тут, я думаю, вас кормят лучше, чем там… Кормят, но я, наверное, честно набрал уже килограмм, наверное, 6 или 7 за 2 недели. Страшно представить, как вы выглядели до этого. Ну, был, да, был, не надо. То есть, типа вас в плену кормят лучше, чем там… Да, тут и отношения, что вот даже у командиров все отношения полностью, как к людям, ну, как люди поступают, так и поступают. Я просто не могу даже представить, как бы… Ну, конечно, ну, конечно. Здесь все по-человечесице, здесь все просто… Как там относятся к нашим пленным, вы можете себе представить из того, как там относятся к вам, не пленным, а к военным. Ну, хотелось бы, знаете, чтобы они поступали именно так же, как поступают с нами, как здесь относятся то же самое, но… Мы тоже бы хотели, чтобы… Хотелось бы, но я не видел. Чтобы российские, чтобы наши пленные из России звонили домой, чтобы их показывали, что вот они живы-здоровы, что люди могли в этом убедиться. А тут даже нет никакой информации. И хотелось бы. Даже ни представителей ООН, ни Красного Креста толком не допускают, понимаете? Ну, я слышал за то, что в Еленовке, да, получается… В Еленовке наших просто взорвали. Ну, вот я слышал, что туда даже Красный Крест не пускают. Конечно, нет. Как? Ну, там в Еленовке история следующая, если вы вдруг не знаете… Я слышал историю, можно я расскажу? Да. Я слышал такое, что в Еленовке даже, получается, не было охранников в этом здании, когда туда попало… Да. Туда попало. Но это уже о чем говорить? Если это все так, что не было даже охранников, значит, это все как бы было… Ну, вот представьте, вас тут… Ну, тут логика сложить просто уже понятно, что… Вот вас накрыло, и ни один охранник не пострадал. Как такое может быть? Случайность. Да. Ну, опять же, я… Случайность – это, в смысле, я вот вижу, как бы… Все понятно. Тут, я же говорю, попав в Украину, все становится понятно, сладостно. Получилась какая-то реклама плена. Набрал 5-6 килограмм. Ну, это не то, что реклама, а то, что по-человечески поступают, то, что по-людски все… Европейская страна с нормальными цивилизационными стандартами, то мы такие и должны быть. Ну, нам от этого никуда не деться. Мы не можем по-другому. Потому что мы сами это… Она ответила, да. Декларируем. А если там говорят, что они орда, то они ведут себя как орда. Что ты сделаешь? Хотя они, они говорят, что они что-то добрые, хорошие… Добрые, хорошие… Ну, мужики нас там тоже… Нам сигарет дали, нам вот все приезжают люди, да там… Как вы, говорит, приехали сюда, попали в плен, и у вас 4 пачки сигарет было? Ну, да, нам дали сигареты, нам дали… Ну, не всем везет как вам. Ну, не всем везет как вам. Не всегда и не у всех наших военных, которые берут вас в плен, такое хорошее настроение, очевидно. Потому что некоторым попадает чуть больше, и сигарет не попадает. Это есть тоже. Я думаю, все равно все же всех как бы обменять, обменять. Просто дело времени, когда Россия успокоится и соберется с мыслями уже забрать своих военнопленных и отдать Украине и их же военных. Это, очевидно, будет в тот момент, когда Россия соберется с мыслями, пойдет, что им здесь вообще ничего. Вообще делать ничего. Я бы хотел сказать это вот на камеру, то, что… Пожалуйста… А вы с женой пообщаетесь, а потом будет у вас… Да, потом у вас еще будет слово. Звони давай. Иди, иди пообщайся с женой заодно. Я отойду на минутку. Могу же? Добрый. Здравствуйте. Меня звать Дмитрий. Я журналист из Украины. Как выяснилось, вы смотрите наш YouTube, но не лайкаете. Рядом ваш муж. Разговор будет записываться и опубликован. Хорошо. Привет. Привет. Как дела? Написал, смотрите. Все хорошо. Вы звонили в полку вообще? Что говорят в полку? Все хорошо. Ты в списках на обмен уже везде. И в союз матерей писали везде. А, то есть в списках на обмен в полку есть, да? Да, есть. А ты давно узнала? В Министерстве обороны. А кто вам сказал? Вчера. В плену. Как вы узнали? Мы узнали, точнее я из украинской группы узнала. Узнала, увидела, да, в Телеграме? Ну, конечно, это было во всех украинских пабликах. Как дети? Покажи мне детей, пожалуйста. Каких? Детей покажи каких. Дочки мои. Каких? Привет, дочь. Мирочка, где папа? Смотри. Ну, все ладно. Тихо. Ясненько. Ну, что это? Не переживай, когда будет обмен, обменять. Но если вдруг не в этот обмен, то это. Сильно не расстраивайся. Ну, я смотрю, ты тоже не расстроен, да, что меня нет? Слушай, ты же не знаешь, что у нас тут и как. Не расстраиваюсь. Как дела? Все хорошо? Пусть, пусть. Без тебя плохо. А с футсапа, с телефона никто не звонил? Ничего? Нет. Никто не звонил. Ну, телефон просто я потерял, я не знаю, где там как телефон. Телефона нет. Ясно. Ну, а там что говорят? Все хорошо. А нет, скоро будет вообще? Ничего не известно? Ну, ничего не говорят. Пока тишина, ничего не говорят. Памя, пип! Пип! Ну, просто вчера в Министерство обороны звонила, и уже они сказали, что да, ты в списках есть. Расскажите еще про трибунал. А что ты по телевизору не слышала такое, что там трибунал показывают, не трибунал, что украинских военнопленных по трибуналу готовят клетку, какую-то аварии ты не наблюдала, этого нигде не смотрела? Нет. Нет. Нет такого. Ну, вот тоже думаю, может и нам трибунал над вашим мужем провести? Угу. Я думаю, не стоит. Почему? Ну, потому что жены ждут своих мужей. А у нас, наши жены? Здесь не ждут, думаю. Все ждут и та сторона, и та, так обменяйте, все сразу на все. Ну, так вы не меняет. Тут Россия не меняет. Ну, а тут говорят, что вы не меняете. Кому верить? Верить, я тебе приеду, тебе расскажу, кому что верить. Давайте попробуем проанализировать, кому верить. Смотрите, вот ваш муж, например, добрый день. Ваш муж, например, говорит, что его обманули, когда его в Украину отправляли. Ну, вот при мне сидит, говорит, его обманули, когда его в Украину отправляли. А вас обманули? Обманули. Обманули. А как вас обманули? Ну, во-первых, на чем за то, что за деньги обманули. Во-первых, вот то, что здесь не так сильно, что здесь не убивают людей, то, что мирное население не убивают. То, что убивают мирное население. нет не били подожди подали это это далеко про плен это далеко это же раз обманули а 2 вам же сказали что вы воевать не будет воевать не будем на то что тут идет не война спецоперацию с пленом это вообще отдельная как бы темы два раза обманули 3 а я есть люди которые глюда мне повезло не а если бы его побили что в этом было бы странного скажите пожалуйста а что ваш муж делает подожди дай дайте ну да то дальше что не как бы тут тут большинство приходит в плен нормально но не не побитые нормально есть есть приходят люди которые да там есть побитые но опять же это все зависит от общения как человек настроен когда году ну как настоеcca в плен если он настроен как бы ну идти на общаться нормально либо не грубить там ничего не этого то да естественно ему ничего не можно вы говорите что мы говорим что мы там пальцы не отрезаем пальцы никто не отрезает я у меня все на месте вы видели российского человека которому пальцы отрезали в плену в украине да ну баба галя сказала баба галя часто на базаре да да а вы нет я вас вы видели реально с отрезанным членом там у вас рассказывают в паблике с отрезанными яйцами там еще что-нибудь такого ну правильно а баба галя говорит а теперь у меня к вам вопрос а что российские военные делают в украине вообще зачем ну что делают это не провокация это не провокация это твое дело можешь не отвечать ни на один вы же задали вы же задали вопрос ты хочешь сказать что не били то есть вы такие знаете типа мы здесь действительно нацисты как вам там по телевизору рассказывают да а я вам пытаюсь объяснить что дело не в том даже как относятся в плену а дело в том что вашему мужу здесь делать в этой стране было вообще нечего вот чем дело вот чем смысл а потом вы послушаете весь этот разговор как ваш муж нам рассказывает да и может быть до вас что-то еще дойдет помимо этого и потом вы может быть еще раз зададитесь вопросом кто тут кого менять не хочет потому что мы показываем все с первого дня как есть с первого дня мы все показываем как есть а у вас там до сих пор по телевизору потерь нет все хорошо а мы здесь пальцы кому-то отрезаем задумайтесь над этим над всеми может быть вы придете к выводу кто кого менять не хочет я приду скоро целый невредимый только послушай меня просто я тебе сказал что вот здесь и глаза открываются по-другому я не собираюсь оставаться как там я ничего лишнего не сказал я сказал что то что я увидел на своих глазах а то что личного я ничего не сказал думаю дома все нормально дома все нормально расскажите как он мозги промывают каждый день кормят на два раза в день сигареты дают купаться водят в карты игра нет обычная комната кровати подушки одеяло все как все как у людей как дома такие как ему мозги должны были промыть зачем нам это делается в туалет водят сигареты выдают кушать дают даже и есть книги читаем даже пиццу давали на день независимости давали пиццу пирог приносили кормят хорошо набрал 5 килограмм на лицах углу не 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 вы расскажите как ему должны были мозги промыть вот мне очень интересно что россия такие террористы фашисты а вы там божьи одуванчики расскажите расскажите вы но я не видел тут фашистов и нацистов еще раз вопрос к вам суши идут а я поговорю серьезно ну такой же клиент у нас первый раз расскажите пожалуйста меня владимир звать вы меня наверно знаете если подписано на канале если вы к лайки почему не ставить вот вы говорите промыли мозги что россия такие фашисты террористы а вот еще раз к вам вопрос а что российские солдаты здесь делают зачем они сюда пришли если они не фашисты не террористы зачем они сюда пришли они пришли помочь людям которых мучают так а вы видели этих людей которых мучают это я же говорю пока пока она не увидит не убедиться собственным глазам почему же правильно вот именно скажите пожалуйста украина независимая страна наверно наверно так о чем с вами разговаривать если вы даже не понимаете что ваши солдаты пришли в независимую страну потому что вам по телевизору рассказали что они идут защищать кого-то здесь мучают что значит фашисты террористы вы уже условия сейчас не будет поменять свое надо было тогда когда он сюда шел ставить условия и думать вам деньги надо были я не знаю откуда вы могли знать надо было посмотреть что российская армия под киевом шона под киевом забыла в марте вы не задумывались над этим 6 километров от киева была россия в том то и проблема что вы ничего не смотрите и говорите своему мужу что ему здесь мозги промыли чем правдой фактическими данными о которых вы ничего не знаете так поинтересуйтесь будете знать канал и посмотрите еще больше на стриме по присутствуйте вопросы свои задайте вам расскажу а давайте мы убьем вашего мужа и что вы скажете не вы не улыбайтесь у нас война давайте давайте мы убьем его да у вас ребенок давайте наши военные убьют вашего мужа не давайте мы убьем а вы что будете своим детям рассказывать за что погиб ваш муж мы его оденем мы его оденем его форму я форму и просто он форме он форме в его мы его оденем в его форму и просто выпустим в город пойдете в город мне почему потому что тут ненавидят россию прямо сейчас мы вы 분들 нас я уверен то что если выйду сюда сейчас даже где вы где бы я ни находился меня садика будет под нена видят раке просто не на вид ни один не один человек вот ненавидит россии мирные граждане мирные граждане мирные граждане и ненавидят россию лезь уже мирные граждане ненавидят россию где мы в поселке были находится одна семья которая просто она чуть ли не говорила что зачем вы сюда пришли людям людям с оружием мира доча а ну перестань плакать ладно иди успокаивай детей я скоро вы не переключайтесь мы сейчас его в город поведем люблю целую посмотрим как мирные его будут благодарить за освобождение все давай скоро приеду жена ваша не понимает почему она она знаете она мыслит телевизором вот видишь ли когда я сказал за зомбоящих я говорил зомая рассказывать украинцы ненавидят в россии почему же я изначально это наша права сидеть у нас дома и кого-то навидеть или ненавидеть вот это с этого а во-вторых есть и причины ненавидеть я живут как бы объясняю то что вот в россии зомбоящих тот ящик который располагает он зомбирует людей рассказывать по телевизору такой степени все доходчиво ясно и когда народ уже 1 2 3 4 5 будет объяснять одному и тому же человеку что все виновата во всем украина естественно же тот человек он начнет задумываться и понимать как же сейчас она этот человек только который побывал здесь увидишь все своими глазами только он начнет да понимать естественно я приеду и как и как это промыли мозги мне не промывал никто мозги я видел со собственными глазами я ей покажу ей самый главный вопрос которыми она не задается что российские военные делает вот это вся вот она же ответила защищает мирный народ от мирный народ защищает мирный народ от кого если мирный народ здесь жил спокойно мирно пока что до российские военные не пришли чего что они делали под тем же киевом под харьковом сумах чернигове но я же передала черниговка где находится донецкая область вечерниев чернобаевка 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 вот они живут здесь разных направлений находится почему вы освобождаете здесь народ а находите чернобаевка либо максимовка либо направление разное но почему так идем в город да нет по форме мы конечно помнение спасибо не ну жене надо показать как не надо освободить пускай жена даже это я я я не пойду в город не так мы можем и не спрашивать ну не хотелось бы честно украина украинцы не хотелось бы только потому потому что ну что что я увижу что я что я знаю то что что я я знаю то что я увижу не хотелось бы этого ничего всем смотрите россия на протяжении уже полугода просто берет и бомбит украинские ну вот это вот там не склады там какие-то боеприпасов как там по телевизору рассказала просто реально мирные города зайти в любой паблик зайти даже на мой телеграм-канал ссылка на котором я сейчас там это знает что ты можешь пока она сейчас мне пришло понимаешь это кто-то из наших закинул на канал вот вы рису подготовили к интервью новых освободителей это мой канал видите вот новые ваши ну это да нашу пытаемся понять мы пытаемся понять вот они сейчас сидят вот они сейчас будут сидеть здесь как вы и как вы сейчас будут рассказывать такую же историю а почему будучи там составил когда вы пока вы там находитесь вы не разворачиваетесь не идти домой не пускают не увозят не увозят люди есть которые люди писали которые отказ писали но их не увозят их не возят просто почему человек пришел одну я знакома сюда я с кем приехал сюда человек он приехал сюда после первого после первого работы миномета нашего же миномета он убежал с н.п. сел в окоп я подхожу говорит это делать миномет работает это наш миномет работает все я больше не хочу здесь находиться я буду уезжать он написал рапорт пошел до командира роты его отвели он дал этот рапорт командиру роты командир рота что сказал я ничего не знаю иди сиди наблюдай максимум что горится с тобой сделаю отправлю тебя в тыл ну знаю что в тылу извините за выражение тебя там просто он будет гнобить гнобить потому что ты получается кто кто отказник ты отказник ты отказался защищать родину то мне нужно защищать родину ты защита отказался служить там россии там ты сюда для чего шел служить ты знал куда ты шел когда все они так ты знал куда ты шел и никого не отправляет до того момента пока не закончится контракт никого не отправит в россию и не отвозят это уже не едини это не единичный случай когда уже просто люди отказываются а потом их кидают в тыл, но им не платят ни зарплаты, ничего не платят. Они просто сидят в тылу. Они сидят в тылу, потому что все, они отказны. И к ним такое отношение, как к свиньям. Как будто они попадают в флен у себя. Так лучше, наверное, чтобы к тебе отношение было, как к свиньей, чем ты будешь нацистом, тупо. Ну это тоже верно. Ну в гермо. Верно. Так почему? Мы пытаемся как-то привисить. Я говорю, человек, который не побывавший в Украине, он не поймет этого всего сам. И не поймет он даже жене. Но мы объясняем. Но она не поймет, пока я домой не приеду. А давайте сделаем. Ну не надо в город везти. Город по форме у вас никто не повезет, потому что вы обменный фон. Вы что не понимаете? Вот эти люди, которые убьют, я знаю то, что убьют. Мы хотим забрать своих людей, поэтому к вам и отношения нормальные. Потому что мы за своих думаем. Россия никак невозможно переубить. А почему это? А нам говорят, что это Украина. Переубедиться России только тот, который пришла к вам. Поймите, Украина к вам не пришла и не собиралась. Вот в чем вся суть. И то же самое сомнение. Когда говорили, что Украина нападет на Россию, если бы Украина напала на Россию, если бы Владимир Владимирович Путин не напал бы на Украину, просто взять даже географию, взять Россию, взять Украину. Ну это же можно логически подумать. Ну Украина что? Ну неужели тут же не дураки сидят же тоже? Нет, тут можно брать не масштабы, а конкретно вооружение. Мы ролик специальный выпустили. Это даже конкретно вооружение? Ну это же конкретно вооружение. Тысяча танков против сто. Фактически вот так это можно. Ну да. Вот сто танков поехало напасть на тысячу. На Россию. Да, вот так вот. Ну это же логично подумать. Да, да. Вот это об этом же все, что и весь разговор. Есть у тебя что еще? Нет, ну тут можно много говорить. Я думаю, что вы еще много могли бы сказать, но не сказали. Ну такого рассказа. Неделя всего, если бы я был здесь больше, может быть что-то и больше, но я за неделю... Можете обратиться к своей супруге? Да. И попробуйте ей рассказать то, что вот она... К супруге, к друзьям. Просто к супруге и к друзьям. Да я можно обращусь не то, что к супруге, к друзьям, я обращусь ко всем россиянам. Можно вот так, да. Я хотел бы обратиться ко всем россиянам, чтобы люди, которые идут подписывать временные контракты, идут подписывать там не только время, там долгосрочные контракты, чтобы вы задумались. И просто я никого не призываю этого делать. Ну это как бы мой совет, как бы я не знаю. Не идти на чужую территорию и не считать себя освободителем или еще кем-то. И не идти, получается, не бежать за деньгами. Деньги, эти деньги, которые нам достаются, как говорится, находясь здесь в Украине, мы эти деньги зарабатываем чьей-то кровью, чем-то сыном, чьей-то дочкой, я не знаю, чьей-то семьей. И поэтому эти деньги, они кровавые деньги. А кровавые деньги, честно, я не знаю, ну мне, как гражданину даже России, мне не нужны эти кровавые деньги. Поэтому я, мой совет, сидите, работайте дома. Пускай никого я не призываю сюда идти.